Вместе с Александром Плутниковым глава региона осмотрел площадку, на которой собираются разместить общежитие и дом для преподавателей. Федеральный участок долгое время был в пользовании ВУЗа. В прошлом году земли перешли в управление агентства жилищного и потечного кредитования, которое планировало там построить многоквартирный дом. Но по мнению краевых властей, более необходимо на этом месте общежитие для студентов КубГУ. В университете сегодня учатся около 27 тысяч человек. Из них почти 5 тысяч иногородние. Давайте создадим студенческий городок на этом месте. Оба участка рассмотрим, чтобы переспределить в интересах студентов. И здесь создадим хороший студенческий городок. То, что делает ИЖК сейчас, это происходит в рамках реализации приоритетного проекта. Здесь тоже это все происходит не потому, что ИЖК решил этот участок взять и изъять. Есть определенные показатели национального приоритетного проекта. По именно федеральным землям, находящимся внутри городов под развитие жилищного строительства. Мы построить всегда успеем, поверьте. И строим. И Краснодар является в тройке лидеров по сдаче жилья. Поэтому это для нас не самое главное. Жилищное строительство мы поддерживаем, оно развивается. Но там, где можно построить будущее, а в том числе путем строительства общежития, для тех, кто будущее будет делать. Коллеги, давайте все-таки здесь приоритеты расставим. Обсуждение продолжили уже на совещании. Глава региона отметил, что разделяет позицию агентства ввести в оборот федеральные земли, которые никак не используются. Многие из них сегодня фактически превратились в заброшенные пустыри. По краю достаточно много даже не участков, а земельных массивов, которые находятся в федеральной собственности. Жители, все равно в каком они находятся уровне, в муниципальном, в федеральном, в краевом. То есть они в целом говорят о том, что вовлеките в экономический оборот. Мы посмотрели несколько участков, находящихся в федеральной собственности. И если у вас есть потребность у субъекта Российской Федерации, передача этих участков вам и передача прав от Российской Федерации к Краснодарскому краю, мы готовы эти права передавать. Это может быть передача земельных участков по многодетным, строительство специального жилого фонда для проживания отдельных категорий граждан, как это могут быть общежития, университеты. То есть любые решения по любым участкам, которые вы считаете нужны для развития края. Я очень бы хотел, чтобы мы все-таки еще сильнее увеличили сотрудничество в области развития льготного ипотечного кредитования. Это очень важно сегодня для нашего региона. Мы должны сегодня сделать так, чтобы все-таки ипотека была более доступной. А для этого, конечно, нужно думать и работать над уменьшением первоначального взноса, это раз, и снижение, конечно, процентной ставки по кредитам. С агентством по жилищному ипотечному кредитованию Кубань сотрудничает уже много лет, благодаря чему тысячи кубанских семей смогли приобрести квартиры по доступным ценам. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ.